Ребята, всем привет! Недавно на почту мне пришел интересный вопрос, который я хотела бы сокращенно зачитать. Итак, хочу узнать ваше мнение по вопросу, касающемуся темпа, метронома, который предписывает редактор или автор музыкального произведения. Под музыкальным произведением я понимаю любую форму и вид музыкального сочинения, но вопрос больше адресован к исполнению этюдов, особенно инструктивных. Конкретный пример. Всем известно 299-е сочинение Черни. Темпы указаны от 160 и быстрее. Как пишет редактор во вступительном слове, что темпы указаны и без того щадящие, так как приходится делать поправку на еще юных учеников. Лично я, взрослый дядя, не способен исполнить эти этюды в таких темпах. Взять хотя бы тот же первый этюд из этого сборника, метроном 160. По моим возможностям, темп, в котором я могу сыграть этот этюдик музыкально, четко, свободно, не пробалтывая, 110-120 после выучивания и овладения этюдом. А тратить недели, чтобы сдвинуться еще 10-20 ударов в минуту, это уже перебор, ведь это всего лишь этюд, а время для занятий, как всегда, на вес золота. Из личного опыта знаю свой скоростной порог. Дальше, месси-не-месси, проку мало. 160 – это сверхзадача. Конечно, профессионалы справятся с требованиями сборника, но сборник начинают включать в обучение еще со средних, плюс-минус от способностей конкретного ученика, со средних классов музыкальных школ. Под музыкальной школой понимается обычная музыкалка, не ЦМШ. Снова оговорюсь, что бывают уникумы, но в целом детки не играют в таких темпах, да и задача такая не ставится, если педагог – здравомыслящий. Конечно, стараются максимально точно передать характер этюда, но опять исходя из возможностей ученика. Аллегра – понятие не абсолютное. Главное – передать настроение, стараться сыграть бегло. Опять-таки, бегло – тоже не абсолютное значение. Теперь сам вопрос. Беру в работу этюд. Работаю над ним, заведомо зная, что одну вещь я в нем все же не выполню, а именно требования к темпу. Ну нет, у меня в рожденной беглости не на работу, а редактор предписывает – требует. И такие моменты попадались мне не раз, не только с черни. Мало того, что автор предписывает характер произведения, хотя чаще его трактуют как темп, так еще и выписывается метроном. Что, если не дотянул до темпа? То нельзя считать, что справился с этюдом? С художественными произведениями все-таки полегче в этом плане, как мне кажется. В них идет упор именно на художественную сторону. Как говорите вы и как писал Нейгаус, техника не сама цель, а средство достижения художественного образа. Как вы считаете трактовать выписанный метроном? Здесь есть место около метронома или 160 и не доли меньше. Для чего выписывается конкретное значение метронома, если такие темпы подвластны далеко не всем? В завершении хочу поделиться своим опытом изыскания на тему быстрого темпа. Студенческую бытность я опросил многих исполнителей, педагогов, студентов на этот счет. И в целом вывод такой. Выписанный метроном – не приговор. Но в зависимости от уровня интервьюированного музыканта, ответ несколько менял свои очертания. Студенты не сильно вдавались в философию вопроса быстрого темпа. Есть задача – выполняй. Не можешь? Так быстро, давай помедленней, но качественно. Педагоги, концертмейстеры отвечали более практично. Играй 120 – это годный темп. Откуда ты взял 160? Что? Какая ерунда? И все в таком духе. Больше всех мне запомнился ответ моего дирижера, опытного, умудренного человека. Он приоткрыл мне тему темпа в более глобальном масштабе, а именно влияние времени прогресса. Ускорение человеческой жизни вместе с этим и ускорение восприятия времени и темпа. Основная идея в том, что Аллегра во время Набаха с большей долей вероятности было ощутимо медленнее современного. И все в этом роде. И что, трактуя классические хрестоматийные вещи порой, редакторы вносят в них много от себя, тина чего действительно в оригинале и не было. В профессиональной деятельности я не раз наблюдал и сталкивался с ситуациями, когда исполнитель или коллектив по каким-либо причинам не могут справиться с темпом и его сознательно адаптируют в рамках допустимого. Далее, по мере своих знаний, попытаюсь дать свой субъективный ответ. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Вначале поделюсь своим видением вопроса темпов в этюдах Черни, а далее немного поделюсь опять же субъективным мнением правильности выбора темпов в целом. Итак, Черни был одним из немногих выдающихся учеников Бетховена. Общение с композитором, у которого Черни проучился около трех лет, конечно же, оказало огромное воздействие на его творческое мышление, мировоззрение, на его исполнительские принципы. Педагогикой, кстати, Черни начал заниматься с 15-летнего возраста. Сейчас Черни воспринимается подавляющим большинством учащихся пианистов как некая школьная фигура, не имеющая особого значения для развития мирового пианизма. Даже несмотря на то, что всем известна его роль как продолжателя идей Бетховена и как первого редактора хорошо темперированного клавира Баха. И это объяснимо, ведь подавляющее большинство пианистов на первых порах училась и учится в основном на этюдах Черни. Также существует предубеждение, что сборники этюдов Черни носят исключительно инструктивный школьный характер, никак не примыкая к художественному ряду романтических этюдов. Да, в этюдах Черни художественные задачи все же менее важны, особенно пока не решены задачи ровности, точности, ясности звучания, пока не найдено удобство движений. Но все же природа этюдов Черни такова, что без участия интеллекта их выразительное исполнение просто невозможно. А некоторые этюды содержат даже готовые формулы, встречающиеся в произведениях Клементии, Гайдена, Моцарта, Бетховена, Шумана, Шопена, Листа и других композиторов. Часто приходится сталкиваться с тем, что само название этюд отождествляется с понятием громко и быстро, но процесс работы над произведением любого жанра, в том числе и над этюдами по-хорошему, начинается с определением художественного содержания. Поэтому за внешней виртуозной фактурой не нужно забывать и о музыкальном содержании. Да, этюды Черни – это укрепление технической базы, большей подвижности, длительной выдержки, но некоторые этюды являются самостоятельными художественными произведениями. Правильной передачей образов этюда способствуют многие средства выразительности, в том числе и качество самого звука, динамика и т.д. Конечно, на первой стадии работы над этюдами должно быть стремление в область техники, и каждый игровой прием должен быть обоснован определенной музыкальной задачей. Ведь правильно подобранные движения помогают достижению уверенной техники. А это ли не цель? Контролируя и проверяя один и тот же комплекс движений, вы добьетесь автоматизма исполнительских навыков. Освободитесь от постоянного контроля вашего лишь над техникой и позволите переключиться вниманию на задачи уже другого плана – художественного. Но вот что важно заметить. Нет такой задачи, чтобы каждый этюд черни был доведен до максимальной технической и художественной законченности. Максимальная завершенность в нашем случае – это понятие относительное, так как речь идет об исполнении любителями или учащимися, а не уже состоявшимися пианистами-профессионалами. Таким целесообразно, конечно же, идти в работе над этюдами, в которых ярче раскрывается образная сфера, когда этюд предполагает концертность исполнения. И в этом случае вот такие вот художественные концертные этюды являются, конечно же, уже инструментом для развития вашей эмоциональности. Но в этюдах черни этого чаще всего нет. Их задача другая, я уже перечисляла. То есть здесь должны решаться прагматические задачи ровности, точности, ясности. Это наработка своего личного багажа памяти на музыкально-художественные движения. Также есть еще один очень хитрый, чисто психологический момент. Ведь нельзя отрицать того факта, что к этюдам, которые подготавливают романтический вид техники, например, к этюдам Машковского, пианисты-любители обращаются гораздо реже, чем к сочинениям, которые разрабатывают классическую фортепианную технику, то есть к этюдам черни. И им очень часто хочется забежать вперед, стремясь как можно раньше начать знакомство с этюдами композиторов-романтиков. Но не каждый пианист-любитель вообще обладает соответствующей технической формой. И получается, что его желание находится в противоречии с его возможностями. В результате художественные этюды Шопена, Листа превращаются в материал только для тренировки пальцев. А об интерпретации вообще не может быть и речи. Кстати, о подобном выборе и последствиях я уже давным-давно рассказывала в одном из своих самых первых видео, которое называется «Снобизм и понты. Выборе музыкальных произведений новичками». Как вы понимаете, в названии уже кроется первопричина выбора, просто на мой взгляд. Ну давайте вернемся к черни и, как заметил автор письма, которого я цитировала в самом начале, бывает, что исполнителя не может удовлетворить тот темп, в котором он исполняет этюд. Но я специально проштудировала работы маститых педагогов и могу сейчас с уверенностью сказать, что в удобном лишь для вас темпе этюды приобретают уже другую окраску и даже иной характер. А если их исполнять в темпе задуманным автором, то лишь тогда этюды черни становятся искрящимися виртуозными произведениями. Таков стандарт, к которому надо стремиться. И, конечно, гораздо большую пользу принесет технически совершенное владение легким этюдом, чем игра сложного, но в явно замедленном по сравнению с авторским указанием темпе. Ведь сам черни предупреждал об этом в эпиграфе к одному из своих опусов. Он перед вами. Каково употребление, такова и польза. И это высказывание можно отнести к любому из сборников. Но, повторюсь, нет такой задачи для любителя или учащегося музыкальной школы, чтобы каждый этюд был доведен до максимальной художественной и технической законченности, так как речь сейчас идет не о состоявшихся пианистах-профессионалах. Ранее я уже объясняла свою позицию. А теперь немножечко совсем затрону вопрос правильного выбора темпа для музыкального произведения. Конечно же, правильный выбор темпа – это важнейший фактор, придающий произведению в первую очередь законченность. Поэтому при выборе того или иного темпа исполнитель должен помнить об этом, так как его обычный способ принятия решения, где на первом месте будет стоять, скорее всего, интуиция, приведет только к хаосу. Темп, помимо своей узкой функции определителя, меры скорости движения является также фактором, влияющим на образно-смысловой план произведения. Очень точно этот момент в свое время подал в своей работе о музыкальном темпе на Зайкинский. В этой своей работе он рассматривал темп как один из факторов, создающих как расчлененность музыкальной формы, так и ее монолитность, внутреннее единство ее частей и их связь друг с другом. Получается, что для композитора, исполнителя, слушателя темп выступает как одна из сторон художественного облика произведения. Получается, что самовольные изменения темпа могут повлиять на это, то есть на изменения драматургических взаимосвязей в произведении. И это вполне объяснимо. Ведь в самом начале, когда композитор начинает работать над своим сочинением, первым он находит тот самый темп, так как выбор той или иной скорости движения общего скажется и на его смысловом наполнении. Так, к примеру, Стравинский писал, цитирую, «Соотношение темпа и смысла для меня – первоочередная проблема музыкального порядка. И пока я не уверен, что нашел правильный темп, я не могу сочинять». Но вот в чем подвох. Несмотря на то, что временной стороне музыкальных произведений посвящено большое количество работ, все равно, тем не менее, в исполнительстве фигурируют формальные временные отношения, чем те, что зафиксированы черным по белому в нотном тексте. Но это объяснимо. Ведь время, указанное в нотном тексте, лишь отчасти можно считать музыкальным. И зависит оно от интерпретации исполнителя. Давайте представим, если мы возьмем с вами измерять время игры произведения, то есть его исполнительское выражение, то на спектрограммах или каких-либо других измерительных документах время будет представлено лентой, длиной ленты. И в любом случае при временном фиксировании игры одного и того же произведения, но разными профессиональными исполнителями, в одно и то же место фиксатор никогда не попадет. Такие опыты, кстати, уже проводились, и это значит, что результаты можно считать случайностью. Поэтому и получается, что длительность произведения и каждой длительности нотки, в частности, будет зависеть не только от воли композитора, но и уже от воли исполнителя. С другой стороны, самой границы тона от его начала до окончания в акустическом смысле не существует, ведь переход этого тона между временем будет задерживаться обертонами по акустическим причинам. То есть я имею в виду, что предыдущий тон, несмотря на действия, допустим, демпферного механизма, останется все же звучать некоторое время. Поэтому мы приходим к выводу, что так как все исполнители нарушают, в кавычках, авторский ритмический рисунок, значит, в музыкальном исполнительстве все же возможно существование некритических ритмических отклонений. Все потому, что есть принцип агогики, то есть агогического интонирования, когда исполнитель мастерски балансирует на грани дозволенного. И возникает очень свободное, и что самое важное, индивидуально неповторимое ритмическое решение. В этом и заключается искусство. Конечно, в быстрых темпах таких отклонений будет меньше, в медленных больше, ведь степень исполнительской свободы там будет уже немножко иная. И это также объяснимо, ведь это же просто невозможно, чтобы 20 пианистов применили вдруг один и тот же агогический прием интонирования. Но тем не менее будет присутствовать и повторяющиеся закономерности в исполнении всех этих 20 пианистов. Итак, давайте подведем итог. Так как самый большой недостаток исполнения – это однообразие, исполнитель вынужден постоянно варьировать приемы использования выразительных средств. Но все же управление временем внутри музыкального произведения во время его исполнения связано скорее с индивидуальным характером произведения. Но тем не менее хаос и случай неизбежно будет присутствовать в каждом мгновении звучащего произведения. Получается, что авторские темповые указания, индивидуальность исполнительского ведения музыкальной мысли и просто случай – это те факторы, которые и будут влиять на выбор темпа и темповые взаимоотношения внутри музыкального произведения. Спасибо, что посмотрели. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, оставляйте их внизу и по возможности на них отвечу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok